Готова ли Ивановская область провести ЕГЭ? В правительстве региона состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению государственной итоговой аттестации. Волна экзаменов стартует с 29 мая и завершится 1 июля. В текущем году 31 пункт у нас будет работать на базе общеобразовательных школ. Как и в предыдущий период у нас будет 4 пункта на дому для ребят, которые ограничены возможностями здоровья. У нас будут пункты открыты в исправительных колониях, ну и коррекционные школы. Один пункт у нас остается. Всего в этом году 4000 сдающих. 50% школьников по-прежнему в качестве дополнительного экзамена выбирают общество знания. Также растет заинтересованность физики и биологии. Для проведения экзаменов уже практически все готово. Есть видеокамеры, система подавления связи, металлоискатели. Сформированы предметные комиссии. Не обошлось и без нововведений. Сегодня в соответствии с порядком, утвержденным Министерством образования и науки, руководители образовательных учреждений, за каждого сотрудника, которого они в любой роли направляют на участие в ЕГЭ, несут ответственность, информируют их обо всех требованиях, правилах и практически административной ответственности несут в случае каких-либо нарушений. На каждом пункте сдачи будет дежурить медработник. В прошлом году к врачу во время экзамена обратилось 200 школьников. По словам специалистов, жалобы поступали в основном на головную боль. Центр обработки информации также готов к работе. Сложности возникли только с закупкой сканирующего оборудования и принтеров. Предполагают, что часть необходимой техники доставят в мае. Специфика этого года заключается в том, что для пунктов с печатью экзаменационных документов в спецсвязи будут находиться только бланки. Все остальное школу будут самостоятельно печатать. Мы предположили и обсчитали количество необходимой бумаги для того, чтобы выдать в пункты и количество для принтеров по заправке картриджа. Я думаю, что средства областного бюджета могут осилить этот функционал в том числе. Кроме этого, доставка экзаменационных бланков теперь планируется заранее, а не в день экзамена, как это было раньше. Поэтому руководителям образовательных учреждений нужно предусмотреть сейфы.